В этот день, 17 июля, родились Максима Литвинов, многолетний народный комиссар иностранных дел СССР. Борис Лавренев, советский писатель, автор повести 41. Николай Миклуха Маклай, знаменитый российский этнограф, два с половиной года он прожил в Новой Кривии. В России все этнографы отмечают свой профессиональный праздник 17 июля. И не случайно это день рождения знаменитого Николая Миклуха Маклая. Герой-путешественник, биолог, антрополог, этнограф и просто хороший человек. Путешествовать он начал еще в студенчестве, побывав в стенах целых трех немецких университетов. В качестве помощника натуралиста Эрнста Геккеля он прошел сотни километров Африки. В 1870 году он начал свое самостоятельное и такое известное путешествие по Новой Кивинеи. Он не просто сумел ужиться с местными людоедами. Он завоевал их безграничный авторитет. Не случайно в тех краях и сегодня детей называют русскими именами и пользуются некоторыми русскими словами, типа топор. Он же одним из первых начал антиколониальную борьбу. Туземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию. С таким воззванием он обратился к европейцам. Увы, за странствия Миклуха Маклай заплатил высокую цену. Последствия тропических болезней убили его, когда ему было чуть более 40 лет. С 19 июля 1911 года состоялся первый автопробег грузовиков между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1910 году в России появились автомобильные войска. В Санкт-Петербурге организовали первую учебную автомобильную роту. Руководителем нового подразделения стал энергичный офицер Петр Секретюр. Уже летом 1911 года он организовал два автопробега. В первом машины для армии проехали по маршруту Гатчино-Царское село-Красное село. Следующий же пробег был более амбициозным. Грузовики отправились из Петербурга в Москву и обратно. Главной задачей мероприятия была выработка единых стандартов, которым должны соответствовать все грузовые автомобили, которые закупаются для нужды российской армии. В пробеге участвовали 14 грузовых и две санитарных машины. От Марсова поля в Петербурге отъехала пестрая колонна из английских, швейцарских, итальянских и немецких грузовиков. Русских авто еще не было, хотя завод Руссо-Балт планировал принять участие в пробеге. Поставить две модели в срок не успели. Путь в Москву занял три дня, сопровождавшись небольшими поломками. Несколько дней грузовики проходили испытания дорогами Подмосковья, а потом поехали назад в столицу. Часть машин еще отправилась на дополнительный круг по дорогам Эстляндии. А в начале августа участников пробега принял сам император. Кстати, большой любитель технических новинок. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. 17 июля 1941 года день совершения подвига сержантом артиллерии Николаем Сиротинин. Первые дни войны были для Красной Армии трудными. В такой момент стране особенно нужны были герои, такие как простой комсомолец Николай Сиротинин. Полк Сиротинин отступал к самой Москве. Командир батареи решил, что прикрывать отряд лучшего моста через реку Добрость. Поставили пушку, которую замаскировали в густой ржи. У орудия остались сам комбат и Сиротинин 60 снарядами. На рассвете показалась колонна немецкой бронетехники. Комбат и Сиротинин подбили заехавший на мост головной танк, а потом замыкающий бронетранспортер. Получилась пробка. Задача была почти выполнена. Комбат ушел в сторону советских позиций, однако Коля остался, чтобы выпустить последний боезапас. Сиротинин в одного сражался так, что немцы искали на другом берегу целую батарею и долго не могли найти позицию 20-летнего солдата. За два с половиной часа Сиротинин уничтожил 11 танков и 7 бронемашин. Даже когда его позицию вычислили и предложили сдаться, он отстреливался из карабина. Подвиг Сиротинина впечатлил даже немцев. Запись в дневнике одного из германских солдат. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту. Так и погиб. Все удивлялись его храбрости. Оберст перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дарились, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. 17 июля 1944 года по Москве были проведены 57 тысяч немецких военнопленных. Колонну возглавлял командующий Сталинградской группировкой фельдмаршал Паулюс. 17 июля 1962 года атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса. Таким был этот день 17 июля.